Всем добрый день! Сегодня я покажу как нужно укоренять хою. Постараюсь сделать это кратко и пошагово. Для себя я этот метод выбрала путем проб и ошибок. Мне он показался самый простой и самый действенный. Это укоренение хои в перлит. Вот у нас есть такой красивый куст. Его уже можно начинать черенковать. Как выбрать черенок для черенкования, срезать. Обратите внимание, вот это вот молодой побег, так называемый молочный. Несмотря на то, что у него есть уже воздушные корни, от которых образуются уже потом настоящие корни, он не подходит для укоренения, потому что он еще не вызрел. Мы ищем вот такие вот хорошие черенки, уже взрослые. На них тоже есть воздушные корни. То, что нам нужно. Отдельно хочу сказать вот вот про такие усы. Время от времени хоя их выпускает, но листьями они не обрастают, потому что вот этим побегом она ищет куда ей прицепиться. И пока она его не найдет себе опору, которая ей понравится, не та, которая вам понравится и куда бы вы хотели запустить этот побег, а ту, которую она выбирает сама. Я вот такие побеги срезаю сразу, потому что очень долго ждать, когда она найдет то, что ей понравится и прицепится. И тогда начнет обрастать листьями. Быстрее дождаться новых боковых побегов, укоротив вот этот вот и выбросил, с него толку уже не будет, она остановится и начнет пускать боковые побеги где-то еще. Вот еще такой же молочный побег, тоже его срежем и выбросим. Начинаем резать побеги для черенкования. Вот хороший побег. Тут три листика. Это Хоя Финландсени. Вся такая в крапинку, в сплэшку. Отличная, отличный сорт. Быстрозастущий, неприхотливый. Начинаем резать. Корни образуются вот здесь. Не с узла и с узла тоже, но вот этот стебелек тоже обрастет корнями. Режем над предыдущим узлом. Вот так. Раз. Ну и второй срежем. Два. Теперь нужно подождать, когда они немножко подвялятся, потому что у них вот здесь сок млечный. Можно дождаться, когда он немножко подвялятся. Вот этот можно еще срезать. Все убираем в сторону. Больше мы ее сегодня резать не будем. Пусть они полежат где-то минут 15. Потом, тем временем, мы приготовим то, что нам надо. Берем пластиковый стакан. Примеряем длину черенка так, чтобы он доставал до пола. Когда мы его поставим в стаканчик, он должен достать до дна стаканчика. Значит, режем мы стаканчик вот так примерно. Делаем в нем отверстие. Так, этот и этот черенок у нас укореняется, следующий у нас укореняется. Тоже примеряем. Совсем маленький стаканчик можно и сделать. Тоже делаем отверстие. В пластиковых стаканах это делать удобно. Одноразовая тара, не требуется никаких покупок, дополнительных расходов. потом выбрасываем просто. Так, и вот этот. Примеряем. Нужно вот так отрезать. Срезаем. Делаем отверстие. Двух достаточно. Потом, вот у нас есть перлит. Вот такой крупный перлит. Продается в Леруа Мерлен. Стоит недорого. Перебрала я его очень много. Вот этот самый крупный. В нем мало пыли. Набираем полный стаканчик. Раз. Потому что, когда он наберет воду, он немножко осядет. Набираем прямо с горкой. Два. И три. Ставим их в воду, чтобы он набрал воду. Набираем прям сразу воду. Вот этот вот уже прям до верха промут моментально. Чуть-чуть он приосел. Ну, вот они все почти собрали воду. Берем перлит. Любую палочку. Протыкаем его до дна. И ставим черенок хои до низа. Прям вот до низа. И плотно-плотно выжимаем перлит. Плотно. Досыпать не будем, потому что он уже... Нет, досыпать нужно. Досыпаем. Так, еще раз ставим в воду. Пусть наберет воду. Следующий. До дна. Ставим снова его. Обжимаем. Тут нормально, досыпать не надо. В сторону. Эх, перепутали стаканчики. Ну ладно. Чуть-чуть подрежем. И обожмем. Дальше. Этот у нас уже набрал воду. Снова обожмем. Берем дип-пакет. Дальше мы берем зип-пакет. Почему именно зип-пакет? В обычном пакете почему-то он пропускает воздух. Видимо там какие-то поры в полиэтилене, чтобы дышали продукты, я не знаю. Но в обычном пакете эффект не такой. Нету парников вот этого эффекта, который нам нужен. В зипе наоборот. Он совершенно не пропускает воздух внешний. А внутри образуется влажный микроклимат. То, что нужно нашим поям. Им абсолютно комфортно. Закрываем плотно. Стараюсь не пропустить замочек. Закрываем. И ждем примерно месяц. Какие-то сорта укоренятся быстрее, какие-то позже. Но примерно месяц. Можно их не проветривать. Потому что гниение никакого совершенно не происходит. Никаких лесневелых процессов тоже. Перлит совершенно пустая и стерильный субстрат, в котором бактерии просто не живут. Вот это какой-то минерал. И корни в нем, за счет того, что он очень гигроскопичен и пропускает воздух, не слеживается комком, К корням есть доступ кислорода, то, что нужно. И он сохраняет влагу. И корни растут быстро. Совершенно без всяких проблем. Закрываем второй пакет. И переселяем стаканчики. Туда, где они будут стоять, примерно месяц. И мы их трогать не будем. На прямой солнце ставить их не нужно. Поставьте их просто куда-нибудь. Свет нужен, но не прямой солнечный. Вот и вся технология укоренения хвои. Если у вас есть вопросы, пишите их под видео. Я постараюсь еще снять сегодня видео, как я намешиваю грунт для уже укоренившихся черенков при пересадке в грунтах. Ссылку оставлю под этим видео. Всем до свидания. Желаю вам легких укоренений. Спасибо. 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 Спасибо.